Приветствую вас, и первое, что мне хотел бы сказать, это то, что вопрос вашего вопроса по своему наглошению, по построению больше подходит для раздела эзотерики. Именно там вам ответят на такие вопросы, как предсказание будущего, обсуждают гадание и все связанное с этими двумя моментами. Психология же не предсказывает будущее, и мы не сможем вам достоверно сказать, изменяет ваш муж или нет. Одно можно сказать точно-точно, что если бы ваш мужчина вам изменял, то означает, что ценность ваша для него упала, и он не делал бы для того, чтобы вы поверили, все. Далее, сплетники всегда есть и будут. Это именно сплетники. Люди, которые живут чужими жизнями. И причина, по которой они живут чужими жизнями, заключается в бедности своей. Это надо понимать. Сплетники распускают только тех, кто недоволен своим собственным существованием и завидует жизни других людей. Поэтому сплетник случится никогда винует. Если вам говорят, что смешина вам не верим, простите и предъявите доказательства. Пока доказательства нет. Мужчина не виновен. Мужчина вам верит. Именно презумпция невиновности, то есть человек не виновен до тех пор, пока не доказано обратное, является основным принципом при предъявлении каких-либо обвинений. У вас нет доказательств того, что мужчина вам изменяет. Но есть доказательства того, что он вас любит. Он делает целью того, чтобы вы поверили. И вопрос заключается в том, почему вы перестали ему доверять. И что навеяло вас на сомнение? Что натолкнуло вас на них? Сплетни? Ну, вы не сказали, почему сплетни человек любит. Отдалились в интимном плане? Хорошо. Но это может быть необязательно. Необязательно. Измены. Тем не менее, с мужчиной ваше отдаление нужно обсуждать. С мужчиной нужно обсуждать, почему вы отдалились. Почему вы перестали быть близки так, как раньше. Только разговор и разговор истинь поможет вам решить вашу проблему и восстановить доверие. Мужчине необходимо объяснить вам причину вашего отдаления. Только тогда вы сможете поверить им и объяснить так, чтобы это вас удовлетворило. Но до тех пор, пока мужчина не показал вам, что он изменяет, до тех пор, пока вы сами наверняка это не узнаете, вам нужно ему доверять, потому что вы все-таки еще вместе и вы любите друг друга. Без доверие вы наталкиваете его самостоятельно на то, чтобы он вам изменил. Если вы этого не хотите, то пока не будет доказано, обратно примите версию вашего мужчины. Потому что доказать, что это можно лишь тому, кто слышит человека, а не себя. Если вы будете слышать своего мужчину, вы всегда поймете, обманывает он вас или нет. Ведь интуиция подскажет вам верно. А третьих лиц в личных сферах лучше не слушать. Потому что далеко не всегда там есть доброжелательные, далеко не всегда там есть люди, искренне заботящиеся о вас. На этом все. Надеюсь, я помог вам. Если какие-то вопросы по психологии у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok